Девелопер Студио 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 Шахта же строилась на источнике пряности. Тут надо оговориться, что я не нашел никакой информации о наличии пряности в старой версии игры. В релизной версии спор пряность это основной ресурс, с которым вы будете работать на оставшихся последних этапах. В любом случае, в ранней версии должен быть какой-то основной ресурс, который могла добывать шахта. Так что я думаю, что здесь можно сделать оговорку. Девелопер Студио У каждого города под контролем могло быть несколько ферм. Также я заметил, что для этого же этапа была шкала, названная едой. И, как я думаю, сельская техника с фермой производили эту еду. Скорее всего, она улучшала настроение города или позволяла увеличить численность населения. А может быть, каким-либо образом конвертировалась в игровую валюту. Также в тех же файлах можно найти и строки кода, упоминающие некие шахты, описание которых гласит, что их нужно устанавливать на источники пряности. Всё это на данный момент в какой-то степени есть в коде игры, но отключено или частично длину. Последний комментарий разработчика, связанный с этими механиками, был оставлен в апрель 2008 года. А сама спора вышла в сентябре того же года. То есть, разработчики убрали из игры механики за несколько месяцев выхода игры в публику. Также получилось отрыть некоторые материалы и по этапу космос. А именно, макеты разных планет. Что это за планеты, откуда они взялись и зачем они нужны? У меня есть несколько предположений насчёт данных рисунков. Эти планеты не похожи на доступные нам в редакторе приключений, но могут являться одними из стартовых. Однако, это далеко не все планеты из стартового набора. Есть ещё одно предположение, чуть поинтереснее. Эти планеты – макеты из вырезанного редактора планет. Известно, что для этапа космос планировался редактор погоды, галактики и даже гравитационных полей. На официальном сайте в списке прототипов заготовка даже доступна для скачивания. Так вот, вероятнее всего, что на этапе космоса также был и редактор планет, который убирали, заменив на инструменты тироиндекса. Ну а полноценный редактор планет потом переместили в дополнение космические приключения. На этом выпуск заканчивается. Надеюсь, информация для вас была интересной. А также теперь у вас окончательно сформировалось представление о изначальном глобальном замысле игры. Несмотря на все вырезанные редакторы, этапы и другие различные элементы, Спор всё же получился масштабной и легендарной игрой. Дохранит вас всемогущий Спорий. Дохранит вас всемогущий Спорий. Дохранит вас всемогущий Спорий. Дохранит вас всемогущий Спорий.